Доброе утро! Спасибо вам, что вы нашли возможность прийти в наше учебное заведение. Меня зовут Елена Витлевна, я заведующая акушерским отделением и лечебным отделением. Ну, что я вам хочу сказать. Наше учебное заведение проводит набор на 6 специальностей. Это лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармацея и стоматология ортопедическая. И есть еще отделение сестринства в вечер. Порядок проведения конкурсного отбора. У вас у всех есть памятки? Не у всех, да? Пожалуйста. Теперь уже у всех. Ну что, давайте пройдемся немножко по этой памятке, да? Значит, начало приема заявлений. Что база 9 классов, что база 11 классов. Это с 10 апреля. Окончание приема документов от ОСУ личности, которая имеет необходимо пройти творческий конкурс. На что я хочу обратить внимание, если кто-то собирается поступать на отделение стоматологии ортопедической, помимо внешнего тестирования, там проводится творческий конкурс. Лепка. Значит, окончание приема заявлений и документов от абитуриентов, которые должны сдавать творческий конкурс до 24 июля до 6 часов. Окончание приема заявлений от абитуриентов 12 часов 1 августа. Это база 9 классов. И 12 часов 9 августа это база 11 классов. Почему так? Потому что 9-классники сдают внутренние экзамены. В зависимости от того, как урва выбирается специально, 9 класс у нас дает либо биологию и украинский язык, либо, если это отделение фармации и лабораторная диагностика, тогда это химия. Строки проведения творческого конкурса на отделение стоматологии ортопедической. С 21 июля по 1 августа 2015 года. После конкурса ЗНО и после творческого конкурса у нас вывешиваются рейтинговые списки. В принципе, за этими списками вы можете наблюдать онлайн в программе СтопИнфо-конкурс. Вы, наверное, знаете об этой программе. Значит, в СтопИнфо есть программа-министерская-конкурс, где вы можете онлайн заблюдать за вашим положением в рейтинге. Значит, списки мы вывешиваем не позже 12 часов, 2 августа. Это у нас база 9 классов и база 11 классов. Если речь идет о сестринском отделении вечернем, тогда это будет не позже, чем 12 часов 9 августа. Вы имеете право подавать документы на 3 специальности. И если вы проходите на все 3 специальности, вы должны обязательно сделать выбор. И выбор вы должны этот сделать не позже 6 часов 5 августа, если вдруг вы проходите на все 3 специальности. Значит, сроки управления рейтингового списка в СтопИнфо-конкурс. Второй список не позже 12 часов 2 августа. Второй список не позже 12 часов 7 августа. Сроки зачисления абитуриентов. Бюджетная форма обучения. Потому что у нас есть как бюджетная форма обучения, так и контрактная. Значит, бюджетная форма обучения не позже 12 часов 8 августа. Контракт мы зачисляем только после того, как будут зачислены абитуриенты на бюджет Мы не имеем права зачислять раньше контрактников Контракт мы зачисляем не позже 14 августа Еще раз напомню вам, какие экзамены сдаются на разные специальности Ликувальна справа, Сестринска справа, Акушерска справа и Сестринска справа вечерня Украинская мовато-литература, обращаю ваше внимание, что сертификаты мы принимаем с этого года Только 2015 года, то есть сертификаты 2014-2013 года уже в этом году не действуют Значит, это украинская мовато-литература и биология Отделение лабораторная диагностика и фармация Это украинская мовато-литература и химия Стоматология ортопедична, украинская мовато-литература и липления Это творчий конкурс, который проходит на базе нашего училища Минимальное количество баллов, которые мы принимаем от абитуриента, это 100 баллов Перелик конкурсных предметов Из каких проводятся вступнивые пробования для вступников на базовой загальной осветы То есть это 9 классов Ликувальная справа, сестринская справа, украинская мова и биология Фармация, лабораторная диагностика, это украинская мова и химия Стоматология ортопедична, еще раз напоминаю, украинская мова и литература В памятке у вас есть перечень документов, количество фотографий, которые вам необходимо предъявить Еще раз хочу обратить ваше внимание, справка от нарколога и психиатра Если вам будут предлагать взять сертификат, вы можете его не брать Сертификат стоит намного дороже, поэтому нам достаточно справки от этих специальностей Скажите, пожалуйста, у вас есть вопросы? Скажите, вы сказали, подача лыпы с апреля, а здесь сильный лыпы Лыпы, а я сказала с апреля, извините, пожалуйста 10-го лыпня Пожалуйста Да Вам надо будет три сертификата, оттуда идите, украинская мова, биология и химия Да База 9 классов, украинская мова, диктант, биология и химия тест А литература? Нема А литература? Нема Да У нас есть общежитие, пожалуйста Да, у нас есть общежитие Для иногородных в градусах 200 км, они предоставляются еще? Предоставляются общежитие, есть Предоставляются Вы понимаете, все зависит от конкурса, какой будет конкурс А какой был конкурс? Знаете, я Вам не скажу, но конкурс был достаточно большой Порядка 11 человек на место Скажите, а стоимость контракта где можно узнать? Значит, на этот год у нас пока стоимости контракта нет, я могу Вас немножко сориентировать по прошлому году То есть начиная от 12 тысяч Самые дорогие отделения у нас это фармация, стоматология ортопедическая и протонная диагностика Какие у Вас еще есть вопросы? Скажите, в этом году у нас нет подготовительных курсов Значит, входит программа ботаника, зоология, анатомия Тесты присутствуют? Тесты Под подготовительные курсы? В этом году у нас нет подготовительных курсов Мы сдаем экзамен и по баллам определяем бюджет или контракт или Вы сразу пишем заявление? Нет, нет, Вы сдаете документы, Вы участвуете в конкурсе и потом уже в зависимости от того, на каком месте Вы находитесь в рейтинговых списках, Вы попадаете либо на бюджет, либо на контракт Ну а если сразу на контракт, шансы взорвать? Поймите, все очень прозрачно Вы онлайн в интернете можете смотреть за рейтингом Вашего ребенка Понимаете? И Вы сами будете видеть, проходит он на бюджет или не проходит Плюс не забывайте, что есть такое понятие, как льготные категории Обучение нет, Вы заключаете контракт и сумма Вам делится на все годы Вашего обучения Значит, какая специальность Вас интересует? Аккушерство Аккушерство у нас только база 11 классов, срок обучения 2 года и 5 месяцев Только 11? Только 11 классов А после 9 класса и лечебные? Значит, 4 года Год это обучение на Пушкинской, это общеобразовательная программа Потом они переходят на Княжескую и обучаются еще 3 года А только акушерство 11 классов? Только все остальные 9 и 11 И еще можно вопрос, а насколько важно после 9 классов, какое свидетельство со школы? Какие аценки имеют? Наверное, чем выше средний балл аттестата, тем лучше Средний балл учитывается в общей сумме Хочу на что еще обратить ваше внимание Все очень хотят попасть на бюджетную форму обучения Хочу обратить ваше внимание, что бюджетники обязаны после обучения 3 года Отработать по месту распределения Так как мы областное базовое медицинское училище То приоритет, естественно, отдается области Поэтому, чтобы не было для вас сюрпризом, что ваш ребенок поедет куда-нибудь на фельдшерский пункт в Одесской области Скажите, а как практика? Сами? Нет, нет, у нас есть базы практики И студенты во время обучения проходят практику Вот, например, акушеры Они проходят практику уже после первого семестра На первом курсе они идут на практику Где проходят общий медицинский уход за больными Базы практики мы полностью обеспечиваем Это только если по вашему желанию вы хотите, чтобы ребенок прошел практику по месту жительства И эта база может обеспечить выполнение программы всей практики Тогда мы идем навстречу Но только если речь не идет о государственной практике Государственную практику они проходят только на наших базах А обычную практику во время обучения они могут пройти по месту жительства После прохождения практики, конечно, защита практики обязательно Не обращайте на это внимание, да Это, да, общая правда Вы знаете, у нас раньше было такое, что наших студентов брали в мединститут После двух отделений, лечебное дело и сестринское дело После нашего учебного заведения брали на второй курс мединститута Но только на контрактную форму образования Сейчас немножко правила поменялись, да И вот видите, сертификаты только этого года И нет уже такого, что люди, которые закончили школу до 2007 года Поступали у нас по внутренним экзаменам Единственное, что национальные вузы, высшие учебные заведения Имеют право самостоятельно выбирать, ну, утверждать свои правила приема Поэтому все будет зависеть от медицинского университета В прошлом году, да, они брали наших студентов на второй курс только на контракт А фармация? Фармация, наши студенты, наши выпускники, у нас есть такая практика Мы сотрудничаем с Харьковским национальным университетом Вот, и они приезжают к нам И наших студентов, вот в прошлом году так было еще Берут по собеседованию на контрактную форму обучения Как будет в этом году, мы еще не знаем Мы еще с ними не связывались А, про 1 балл в путь? Смутно База 9 классов вас интересует? Ну, смотрите, ваша задача не получить двойку Вот вы не получаете двойку на внутреннем экзамене И вы участвуете в конкурсе Если получаете двойку, да, чтобы многие Ну, были у нас такие случаи, когда абитуриент получал двойку на внутреннем экзамене И приходили и говорили, мы идем на контракт Мы получили два, мы идем на контракт К сожалению, я вас расстроюсь, если вы получили два, вы выбываете из конкурса Если у вас положительные оценки, вы участвуете в конкурсе И уже сами следите за вашим рейтингом, куда вы проходите, бюджет или контракт Естественно, чем выше балл, выше вероятность попадания на бюджетную форму образования Бюджета, к сожалению, у нас немного, я вам так скажу База 11 класса, это 5 мест на каждое отделение База 9 класса побольше Естественно Естественно Скажите, пожалуйста, будет 9 класс, да, в вашем случае Без подготовки вашей Можно, ну, после школы Обычно все бывает на школу Можно вообще ждать их там, экстамент Какой уровень 9 класса Или все-таки надо подготовить Это программа общая образовательская школа Конечно, конечно Нет, ничего сложного, ничего помимо программы нет Просто очень, ну, сталкивались мы с такими случаями, когда при поступлении абитуриенты уделяли больше внимание анатомии, да, или общей биологии И забывали абсолютно про ботанику и зоологию Вот я хочу обратить ваше внимание, что в тестах есть вопросы и по ботанике, и по зоологии Ну, конечно, ну, очень жаль Можно было бы, хотя бы, пару каких-то вот Перед подцеплением сделать Ну, не обязательно подготовить Ну, несколько хотя бы занятий Вы знаете, у нас были когда-то подкотеплением Ну, чего-нибудь сделать хотя бы там месячные, двухмесячные Перед Да, как-то настроить Да, потому что дети Они еще как-то, вы знаете, дети Еще не перешли в этом Ну, это дело рукава Да Да, правильно, Алексей Петрович. Это дело руководства. Мы передадим Ваше предложение. Мы Ваше предложение уже передали. Мы передадим Ваше пожелание. Если вдруг все решится положительно, Вы на нашем официальном сайте эту информацию получите. Да. Еще какие у Вас есть вопросы? С каким днем у Вас начинаются занятия? Занятия у нас начинаются с 8 на ряду. Это практические занятия с 8, а теория 8.30. У нас большое внимание уделяется практическому обучению. Сколько пар? День на день не приходишь. Да. Лекции, да. Практики у нас идут циклами. Например, практики 4-часовые есть. То есть это 2 пары студент находится на занятиях. И есть 6-часовые практики. Вот по окружающему 6-часовые практики. То есть на весь день пришел на эти навыки? И целый день ты находишься на практике, потому что отработка практических навыков. Да. Все-таки мы подаем среднее медицинское образование. Да. В основном это работа руками. Да. Отработка всех манипуляций. Поэтому практики 4-6 часов. Практические занятия очень часто, ну, процентов 80 проводятся на базах клинических. Хотя у нас училища очень много доклинических кабинетов. Вы сегодня пройдете, посмотрите. Есть культура. Есть. Физическая культура и физическое воспитание. Это... Нормально не так, как будет. Нет. Все в пределах нормы, поверьте. Если ваш ребенок имеет, значит, противопоказания к вашим физическим нагрузкам, да, то вы можете принести справку, и ему предоставят возможность заниматься в спецгруппе. У нас есть понятие, как спецгруппа по физкультуре. А еще такой вопрос. Вот, допустим, мы поступили на физическое дело. Вот потом, вы проучили ли там или два, и что-то новое. Как бы так захотели переездить на другой факультет? У нас это не практика. А вы поступили, такая чемпульта. Да. То есть у вас есть возможность. Вы подаете документы на три специальности. Вот в рамках этих трех специальностей вы можете выбирать. Потом, если вы уже поступили, то перейти на другую специальность, это уже невозможно. А учеба начинается всегда на сентябре? Естественно. Халаты, шапочки, тапочки, сменные обуви. Да, пожалуйста, проходите. А контракт, ты там вообще учебы не можешь? Вы можете получить на сентябре? Значит, смотрите, это практикуется, но если есть, скажем, так, показания к этому, да, например, ребенок из неполной семьи, или, не дай бог, потеря корнеца, возможно, тяжелое материальное положение, но это только в том случае, если освобождается бюджетное место. Потому что мы не можем, у нас есть рамки, да, вот на этом вот нам дали пять бюджетных мест, мы не можем перевести за хорошее обучение ребенка, если вакантные бюджетные места отсутствуют. Это наша полиция, ну, вы приносите ваши, да, ваши документы и идете в наш... У нас есть лечебный санк, лечебный санк, лечебный санк, лечебный санк, лечебный санк. Поверьте мне, мы тщательно обследуем наших детей, и, к сожалению, бывают такие случаи, когда находим тяжелые патологии, о которых не знали ни родители, ни дети. Но это абсолютно не говорит о том, что мы отчисляем детей. Нет, просто вот так, такие у нас правила. Медосмотр обязателен на протяжении всего обучения. И по специалистам, и анализам. Это у нас обязательно. Еще есть вопросы? Пойдем знакомиться с нашими доклиническими кабинетами. Начинаем с третьего этажа, с сопровождающей. С гинекологией. Самое интересное на первом этаже. Не подсказывайте. Ну, начнем, наверное, с гинекологии, да? Да, 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 прямо здесь, рядышком. Не убедительно, а кто немножко опоздал, корректируйтесь, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.